Вся информация в виде взята из интернета. Автор ролика никого не принуждает верить данной информации. Получане предпочитали звать деда Голустяна более простым именем – Миша. Добрая традиция укрепилась в жизни будущего артиста. Настоящим именем его зовут крайне редко. Михаил Голустян рос артистичным, активным и весьма одаренным. Ни один утренец не приходил без участия Миши. В возрастковом возрасте он занимался музыкой и дзюдо, а на сцене школьного театра просто расцветал. Юный Миша срывал бурные аплодисменты в стратаклях, до слез висела публику в образах Мини Пуха и Карлсона. К 16 годам Михаил понял, что не смысл жизни без КВН. Школьная команда Голустяна стала безусловным лидером среди всех школ, училищ и даже вузов в Сочи. КВН оказался для меня «Школа жизни» – трамплином, делился артистом. После школы мама настояла, чтобы сын пошел в медицинское училище, которое в свое время окончила и она. Миша послушался, кропотливо осваивал вас за профессией фельдчера-акушера и делал успехи, но даже они не изменили лишь сильных настроений Голустяна. Он уже тогда понимал, что медицина не его судьба и не особо старался. Все его мысли занимал КВН, что нередко приводило к конфликтам с преподавателями. И все же учеба оказалась небесполезной. Своевременными и правильными действиями сложен ситуация, Михаил спас жизнь нескольким людям, как-то раз ассистировал в народах и принял близнецов. Оказал помощь в юношах, сколотой раны в Баку. Сгонем пополам Миша окончил медучилище и поступил в Сочинский университет туризма и курортного дела. Стать учителем истории и права Голустяну тоже было не суждено. А вот воротиться в звезду команды КВН «Утомленное солнце» у него получилось быстро. Субавного армянского мальчика из команды «Утомленное солнце» зритель запомнил сразу. Голустян стал одним из самых ярких участников КВН за все время существования игры. Он объединил в себе полагающуюся любому игроку веселье и находился уникальными артистичными данными. После временной паузы в 2016 году команда собиралась еще дважды и окончательно распалась 10 лет спустя. После расставания почти все участники стали немедийными личностями кроме Голустяна и Александра Ревы. В 2015 году в сети разровился скандал, главным участником которого стал Голустян. Благодаря хакерскому движению «Шалтай» в СМИ была опубликована переписка замглавой администрации президента РФ Тимура Прокопенко и адресата, идеи фиксированного как в эфире Голустян. Последний якобы пожаловался на блокировку положительной финцензии на свой фильм на кинопоиске, а Прокопенко посодействовал решению проблемы. В свою очередь Голустян принял участие в акциях в поддержку действующей власти и опубликовал в своих соцсетях текст с ярко выраженной антиукраинской направленностью, после чего попросил звание заслуженного артиста РФ. Слив информации сам артист никак не прокомментировал, а звание заслуженного артиста России все еще остается для него мечтой. В конце 2019 года Микаил Голустян стал сооснователем приложения Avatunes с технологией дополнительной реальности, в котором поучаствовали отечественные знаменитости и персонажи сериала «Смешарики». Следуя поступам своего давнего коллеги Александра Ревы, в 2019 году Голустян решил себя попробовать на музыкальном поприще. 40-летний артист записал песню «Хочу тебя любиться» под псевдонимом «Супер Жорик» и выпустил забавный видеоклип. В ролике герой Микаила – горячий кавказский мужчина, который одаривает своим вниманием красавицу в леопардовом платье. Главную женскую роль в клипе сыграла финалистка конкурса «Мисс Россия» 2019 из Челябинска Елизавета Смолина. Со своей будущей супругой Викторией Штифанец Михаил познакомился еще в начале 2000-х на дискотеке в Краснодаре. Мишей было 24 года, Викторией всего 16. Из-за юного возраста девушки общение долгое время было исключительно дружеским. Перелом отношений случился тогда, когда Голустян попал в аварию и сломал обе ноги. Первым человеком, которому позвонил комик, была Вика. Свадьбу возлюбленные сыграли в 2007 году, когда Штифанец уже выучилась на бухгалтера в Кубанском государственном университете. Свадьбу сыграли в Сочи прямо в день рождения невесты, а через несколько дней молодожены устроили еще одну пышную церемонию, согласно армянским традициям. Три года спустя в семье родилась дочь Эстелла, а еще двумя годами позже Михаил и Виктория стали родителями во второй раз. Младшую дочь назвали Элиной. Михаил обожает дочек, с удовольствием развлекает малышек как только умеет.